В эфире еженедельная программа «Закон и город» в студии Елена Ветрова. Здравствуйте! Владельцы двух автомобилей инсценировали ДТП, в результате которого хотели получить кругленькую сумму от страховой компании. В результате экспертизы на лицо был выявлен «Факт мошенничества». Подробности в нашем первом материале. Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области совместно с оперативниками отдела полиции Управления МВД России по городу Ростова-на-Дону при участии Росгвардии задержаны трое местных жителей, которых подозревают в мошенничестве. По имеющейся информации, один из злоумышленников имел свидетельство автоэксперта и осуществлял независимую оценку ущерба от дорожно-транспортных происшествий. Сообщники инсценировали ДТП, намеренно столкнув свои автомобили, которые уже имели механические повреждения. Получив заключение автотехнической экспертизы, они обратились в страховую компанию для получения 400 тысяч рублей в качестве компенсации. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 прим 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрано меры пресечения в виде домашнего ареста. Проверяется их причастность к аналогичным противоправным деяниям. В Ростове-на-Дону полицейские задержали троих подозреваемых в совершении разбойного нападения. На этот раз злоумышленники совершили налет на букмекерскую контору. Причастны ли подозреваемые к другим аналогичным преступлениям? В ходе следствия выясняют правоохранители. В тот день злоумышленники, вооружившись ножом, напали на кассиров букмекерской конторы в городе Ростове-на-Дону. Под угрозой применения насилия сотрудники отдали похитителям все имеющиеся на тот момент в кассе деньги. Забрав 100 тысяч рублей, подозреваемые скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Стражи порядка провели осмотр места происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате полицейским удалось установить, на какой машине скрылись фигуранты. Как выяснилось, транспортное средство они позже продали, чтобы скрыть следы преступления. В результате проведенных мероприятий все фигуранты были задержаны. Ими оказались 34, 30 и 28-летние жители города Оксая. У одного из подозреваемых полицейские изъяли нож, который был использован при нападении. Одного из фигурантов разбойного нападения полицейским удалось снять с автобуса, в котором он находился, направляясь в Москву. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу. Сотрудники полиции проводят следственные действия, направленные на установление причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям. В городе Новошахтинске злоумышленник угнал машину прямо из гаража, который находился под окнами потерпевшего. С собой он прихватил и резину, которую, как он считал, пригодится ему в летние месяцы. Когда ранним утром житель города Новошахтинска пришел в свой гараж, то не обнаружил в нем ни автомобиля, ни летней резины, которая лежала там на хранении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали 24-летнего мужчину. Стражи порядка выяснили, что подозреваемый повредил навесной замок, проник в гараж и украл автомобиль и летнюю резину. Украденное имущество он продал, а деньги потратил. Сотрудники полиции изъяли автомобиль и вскоре вернули его законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В тот момент, когда медики в автомобиле реанимации боролись за жизнь маленького ребенка, водитель автобуса категорически игнорировал сирены и не пропускал карету скорой медицинской помощи. Как будет наказан правонарушитель, мы поинтересовались у начальника пропаганды УГИБДД Ростовской области Александра Мухина. 4 февраля в сети интернет появилась видеозапись, зафиксировавшая нарушение правил дорожного движения водителям автобуса. Следуя по маршруту 34А на перекрестке проспект стачки улицы Тружеников, водитель автобуса при повороте налево не предоставит преимущества движения автомобилю скорой помощи, движущемуся с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами. В тот момент медики автомобиля реанимации боролись за жизнь маленького ребенка. Сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону в отношении водителя, совершившего административное правонарушение, был составлен административный материал по статье 12.17 части 2 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Данная санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 3-5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортным средством сроком от 3 месяцев до 1 года. Уважаемые участники Дорожного движения, Госавтоинспекция Ростовской области призывает всех строго соблюдать правила Дорожного движения и необходимо помнить, что предоставление преимущества автомобилю спецтранспорта очень важно и необходимо, так как от этого зависят жизни других людей. Как мошенники вводят людей в заблуждение и за считанные секунды получают удаленный доступ к вашему устройству, а затем снимают все деньги со счетов, мы расскажем вам в нашей рубрике Стоп Мошенник. Здравствуйте! Добрый день! Я из службы безопасности вашего банка. С вашей карты через онлайн-банк пытаются перевести деньги. Чтобы этого избежать, срочно установите программу и продиктуйте нам ваш ID. Да, конечно, сейчас я все сделаю. Именно таким образом мошенники получают удаленный доступ к вашему устройству. Это все равно, что отдать телефон прямо в руки злоумышленника. Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда не следуйте инструкциям звонящего и не устанавливайте программное обеспечение по просьбам незнакомого вам человека. На минувшей неделе Донской главк МВД отметил 100-летие со дня образования органов внутренних дел на Дону. О том, как прошли праздничные мероприятия, смотрите прямо сейчас. 11 февраля текущего года руководство Главного управления МВД России по Ростовской области поздравило ветеранов и личный состав ведомства с великим юбилеем. Мероприятия начались с традиционного возложения цветов к мемориалу солдатам правопорядка, погибшим при выполнении служебных обязанностей, присутствующие почтили минутой молчания тех, кто отдал жизнь, защищая мир и покой граждан. В Донском главке МВД также провели торжественную встречу руководства с личным составом и праздничный концерт. В церемонии приняли участие начальник Главного управления МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков, заместители начальника Донского главка МВД, начальник Главного управления МВД России в Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Олег Кравченко, заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, ветераны органов внутренних дел, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Ростовской области, полковник полиции в отставке Валентин Самсонов, председатель Общественного совета при Главном управлении МВД России по Ростовской области Эдуард Шапошников, родные и близкие сотрудников погибших при выполнении служебного долга. Дорогие друзья, спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. Дорогие друзья, мы рады всех вас здесь видеть. Спасибо вам. С праздником всех! Также с поздравительными словами выступили почетные гости мероприятия. Донская полиция во все времена демонстрировала высокий профессионализм и самоотверженность в деле борьбы с преступностью и охраной общественного порядка. Во все времена Донской полиции удавалось добиваться высоких результатов служебной деятельности, и во многом это благодаря взаимодействию с соседними регионами. Наши коллеги из Волгоградской области подготовили материал в канун Дня образования органов внутренних дел на Дону. Ростов-на-Дону и Волгоград как много объединяет полицейскую жизнь двух соседних южных городов. Это совместные акции задержания, культурные и памятные события, длящиеся уже много лет. И прежде федеральная трасса, граница Ростовской и Волгоградской области, через которую из сезона в сезон направляются на юг отдыхающие практически со всех уголков нашей страны. Именно здесь, в Чернышковском районе, сотрудники Донской и Волгоградской госавтоинспекции несколько лет подряд проводят совместную акцию «Безопасность без границ». Полицейские организуют на трассе интерактивный мобильный пост ДПС, передвижной мобильный пункт и даже игровую площадку. Водителям-транзитникам рассказывают о правилах безопасных длительных поездок, режиме отдыха, признаках утомляемости и предлагают пройти профилактический осмотр врача и оставить мнение о работе дорожной полиции. В это же время сотрудницы ГИБДД в игровой форме рассказывают детям о безопасном поведении на дороге. Налажено оперативное взаимодействие по ряду направлений деятельности. За многие годы совместной работы есть немало примеров громких задержаний преступников. Так совместно с ростовскими полицейскими удалось задержать одного из членов вооруженной преступной банды, которые летом 2017 года совершили разбойное нападение на ювелирный салон в городе Камышин Волгоградской области и похитили 5 миллионов рублей, а после ранили преследовавшего их сотрудника госавтоинспекции. В результате проведенных следственных действий и спецопераций нападавшие были задержаны и приговорены к реальным срокам заключения. Не только служебная деятельность, но и работа по патриотическому воспитанию объединяет ростовских и волгоградских полицейских. Это деятельность поисковых отрядов ДОН и Безымянная высота. В свободное время действующие сотрудники полиции и ветераны МВД участвуют в выездных поисковых экспедициях по нахождению и перезахоронению останков воинов, погибших при защите Сталинграда. Поисковики ведут свою работу не только на полях, где шли ожесточенные сражения, но и в архивах, кропотливо изучая документы с целью установления родственников тех, чьи имена удалось прочитать на полуислевших бланках солдатских медальонов. Они общаются с очевидцами тех страшных сражений и изучают книги на военную тематику. А каждый май и сентябрь в Волгоградской области проводится вахта памяти. Участники экспедиции производят раскопки, а в свободное время делятся друг с другом опытом, новостями о последних находках, обсуждают те или иные исторические события периода Великой Отечественной войны, исполняют под гитару песни военных лет. В доброй традиции стало проведение совместных совещаний полицейских Ростовской и Волгоградской областей на родине великого писателя Михаила Шолохова в станице Вешенская. Помимо руководителей подразделений главных управлений, сюда съезжаются начальники приграничных территориальных органов внутренних дел. В ходе встречи участники совещания рассматривают вопросы состояния работы и взаимодействия по предупреждению, выявлению и раскрытию преступления общеголовной направленности по розыску преступников и другие, актуальные на тот или иной период темы. Юные ростовчане всегда желанные гости на легендарной Сталинградской земле. Познакомиться со знаменитым во всем мире городом, где в далеком 43-м была одержана Великая Победа на Волге, положившая начало к коренному перелому Великой Отечественной войне, полицейские приглашали донских школьников и воспитанников кадетского корпуса. Ребята с интересом слушали экскурсию в музее «Сталинградская битва», поднимались к подножию Мамаева кургана и почтили память земляков, ростовчан, погибших в годы Сталинградской битвы. Год от года добрые соседские отношения полицейских двух регионов крепнут и только на благо жителей Ростовской и Волгоградской областей. Это все, что мы успели вам сегодня рассказать. Еще больше новостей и материалов смотрите на следующей неделе в программе «Закон и город». С вами была Елена Ветрова. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин